Сегодня расскажу несколько интересных фактов об одной актрисе, Светлане Ходченковой. Светлана Ходченкова натуральная блондинка, а ее рост составляет 179 сантиметров. Фамилия актрисы родилась от русифицированной украинской малороссийской фамилии Ходченко. Света и во сне не мечтала об актерской карьере. Я не знала, что нужных в медицине, биологии, схеме и не знала. Ученица на факультетах экономики и рекламы оставила из-за скуки, как сама говорит. Светлана в юные годы жила очень бедно и вынуждена была помогать маме мыть подъезды. Отец в жизни брошенной им дочери вообще никак не участвовал, не выделяя ей ни копейки алиментов. В школе Светлана подверглась жесткой травле со стороны гораздо более обеспеченных сверстников. За слишком высокий рост, бедную одежду, острый ум. Светлана робко начала свой путь к большой славе с модельного подиума в 16 лет. Просто чтобы побороть комплексы, взяла да и подала анкету в модельное агентство Славы Зайцева. Высокую русскую красавицу-блондинку оценили по достоинству. Ходченко во вскоре заблистала на показах в Париже и Токио. В Японии прожила почти год. Свой первый крупный гонорар, тысячу долларов, Света потратила на установку в квартире мамы домашнего телефона, такого обычного девайса небогатая прежде семья Ходченковых не имела. Однако затем модельный бизнес нашей героини вынуждена оставить. Как сама, вздыхая, признается, замучили предложения интимного характера, регулярно поступавшие от немолодых уже и женатых поклонников. Что-то щелкнуло в голове и пошла я в театральный институт, легендарное Щукинское училище, вспоминает Светлана. Наша героиня дебютировала в большом кино. Снялась в ленте «Благословите женщину» легендарного Станислава Говорухина. За ту роль номинировалась на престижнейшую премию «Ника». Говорухин был буквально очарован молодой Ходченковой, вспоминал актер Виктор Сухоруков. Считал ее невообразимо талантливой, выделял из числа всех прочих российских актрис. Любопытно, что для съемок «Худенькой свете» пришлось оперативно набрать аж добрых 15-20 килограммов живого весу, нужно было ведь срочно изобразить пашнотелую русскую красавицу. Наша очаровашка Светлана успела сняться и в Голливуде. Играла, к примеру, в кассовой ленте «Шпион», «Войди вон», где воплотила на экране образ русской разведчицы Ирины. Она же удостоилась дерзкой роли, одетой в зеленый латекс-гадюки из ленты «Росомаха», «Бессмертный». Появлялась на съемочной площадке рядом с такими грандами, как Хью Джекман или Гарри Олдман. В мирные 2000-е годы Светлана много раз снималась с одним специфичным украинским комиком по имени Владимир Зеленский. И в 2019 году так с восхищением отозвалась о Зеленском после его победы на президентских выборах на Украине. Всего же на послужном счету Ходченковой значится около 90 больших и малых киноролей. Это скажу я вам побольше, чем даже у таких заокеанских звезд с многолетним стажем, как, например, Дженнифер Энистон. Замужем Светлана официально была лишь раз. За сокурсником по знаменитой «Щуке», также популярным актером Владимиром Яглычем. Поженившись в 2005 году, казавшаяся идеальной звездная пара рассталась уже спустя пять лет, в 2010-м. Поговаривали, что Яглыч, редкостный ревнивец, регулярно поднимал руку на супругу-актрису. Запрещал жене сниматься в кино, завидуя ее успеху, ее куда большим заработкам. А та в ответ исправно строчила на мужа деспота заявы в органы. Во время поняли обоюдно мы со Светланой, что если еще хоть немного вместе поживем, хоть день, то друг друга просто поубиваем, пояснял сам Владимир. В 2015 году Ходченкова должна была выйти замуж за сделавшего ей трогательное предложение прямо на театральной сцене бизнесмена Георгия Петришина. Однако за месяц до уже установленной свадьбы пара внезапно бракосочетание отменила. И рассталась. Причиной, как поговаривают, опять оказались ревнивость будущего мужа, его нежелание признавать звездный статус возлюбленной. В общем, увы, у Светланы все в жизни получается, как в той присказке, и пробуют, и хвалят, но замуж не берут. Детей у именитой актрисы пока нет. Хотя пресса регулярно приписывает ей несуществующие беременности. Ныне Светлана вообще старается личной жизни не афишировать. Среди популярных мужчин, с которыми у Светланы мог статься роман, называли не только Станислава Говорухина, но даже, к примеру, и Семена Слепакова. Хоченкова поясняла прессе, что с ее сны неутекшим из России сеней связывали чисто дружеские отношения. Светлана крайне не любит сниматься полностью обнаженной. Единственный раз такой фокус позволила только в первом своем фильме «Благословите женщину», где ее героиня выходит из моря Нью и еще неоднократно сверкает своими прелестями. Светлана Хоченкова, согласно изданию Forbes, является одной из богатейших российских кинозвезд. Ее ежегодный доход оценивается в 1,5 миллиона долларов. Света – самая высокооплачиваемая российская актриса. За всю свою жизнь, как признается Светлана, она ни разу даже не пробовала сигареты. Честь и хвала за такой здоровый образ жизни. Светлана живет на 71-м этаже шикарных апартаментов в Москва-Сити. Кстати, Света не может держать у себя дома крупных животных, у нее, увы, аллергии на шерсть кошек и собак. Сейчас Светлана Хоченкова всерьез решила заняться непростыми танцами на пилона. Говорит, что ради нового увлечения готова даже навсегда оставить привычную актерскую профессию. Не прочь открыть свою студию танца на шесте и в дальнейшем зарабатывать исключительно ею.